Друзья, пускай судьба ютуба не определена, но мы стараемся оставить музей игровой индустрии доступным для каждого игрока, где бы он ни находился. Подписывайтесь на наш канал на альтернативных площадках, таких как платформа, ссылка на которую будет в описании, да и везде, где нас найдете. На нашем канале отсутствует реклама с момента его основания и не предвидится в дальнейшем, поэтому если хотите нас поддержать, то можете заглянуть на наш бусти, мы скоро его оформим, честное слово. На ютубе или любой другой площадке команда Virgin Wizard Studio желает вам приятного просмотра, без лагов и прочих VPN-ов. RPG это, можно сказать, краеугольный камень мира компьютерных игр. У них могут быть самые разнообразные сеттинги и истории, они могут быть одиночными, партийными или кооперативными, отличаться механикой уничтожения врагов, глубиной системы развития персонажей и степенью влияния игрока на мир. От руби-собирай сокровища в экшен-РПГ по типу Диабло или Торчлайт, до глубоких историй, где исследования и общение с NPC намного важнее боевки, как в Planescape Torment. Но у всего есть отправная точка, а также главный источник вдохновения. Для ролевых игр такой точкой были кабинетные игры, такие как Sword and Sorcery и Dungeons & Dragons. История знает много РПГ, вдохновленных исследованием подземелий. Иногда их выделяют в отдельный жанр и называют Dungeon Crawler. Мы долго думали, на какую игру сделать следующий обзор. И тут мы заметили один комментарий. В нашей сегодняшней экскурсии речь пойдет о предтече, демиурге, прадеде целого жанра, великом и ужасном визардре. Мы рассмотрим свежий ремейк самой первой части, историю создания серии, расскажем о самом примечательном, что есть в классических играх, а также отследим влияние этих игр на индустрию и попробуем понять, стоит ли окунаться в эту бездну сейчас. Добро пожаловать в музей игровой индустрии на канале Virgin Wizard Studio. У микрофона Штигли. Начнем с ремейка. Если вы хотите оставить свою библиотеку Steam кому-то для научных экспериментов после вашей смерти, то добавьте в нее Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Неплохой рекламный слоган. Впрочем, шутки в сторону. Стоит ли этот ремейк вашего времени и денег? Давайте разбираться. После некоторого времени, проведенного в раннем доступе, игра была выпущена в полной версии в конце мая этого года. Сюжет довольно прост. Вы группа классических фэнтезийных героев, желающих отправиться в проклятый храм под замком Требора. Это Dungeons & Dragons во всей красе, перенесенный в цифровой мир, где вся реальность основана на этом квесте. Группе отважных героев придется спуститься в данжен, чтобы побеждать много разных врагов и, наконец, добраться до главного босса, злого колдуна Вердны. Но это будет не так просто. Это же Wizardry. Digital Eclipse использовали оригинальный код для Apple II при разработке и отнеслись очень трепетно к первоисточнику. Это очень порадует фанатов самых ранних игр или любопытных исследователей, которые хотят узнать, какой была одна из первых компьютерных RPG, но не хотят использовать эмуляторы древних систем. Однако захотят ли поклонники более современных RPG тратить время на новую версию Wizardry? Есть несколько проблем у этого ремейка, которые могут отпугнуть любителей Скайрима. Например, крайний базовый сюжет, отсутствие исследования и репетативный геймплей. Вы спускаетесь в данж, убиваете врагов, получаете сокровища, возвращаетесь, тратите деньги, лечите партию, повышаете уровень и так снова и снова. Реиграбельность у этой игры появляется только тогда, когда вы начинаете экспериментировать с вашими персонажами. Естественно, наша партия начинает с первого уровня, и нам придется самим создать каждого члена команды. Это может быть попытка собрать сбалансированный отряд с разными специализациями, как обычно в партийных RPG. Рыцарь, собирающий урон, маг, испепеляющий толпы врагов, лучник для устранения опасных целей, все как всегда. Или же партия из всех персонажей вашего любимого ютуб-шоу про ДНД. Или шесть епископов для активных проповедей силам зла. По сути, такая симуляция партии и сделала серию знаменитой, а также вдохновила создателей меча и магии. Первая часть серии — это самый классический опыт исследования подземелий от первого лица, где вы управляете всеми членами своей героической команды одновременно. Но тогда у игр было несколько нюансов, о которых вы, возможно, не знаете. Во-первых, в оригинале не было карты. Единственный способ отслеживать, где вы были и куда вам нужно идти — это ручка и бумага. В ремейке эту тему обыграли довольно изящно, и игра сама рисует за вас схему данжа. Конечно, есть заклинания, которые можно наложить, и каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы можете увидеть карту, но о его существовании нужно еще узнать. Также следует отметить мини-окно с оригинальным видом игры в реальном времени. Хотя многие современные ремастеры дают вам возможность переключаться между старым и новым оформлением, Wizard 3 предпочитает постоянно показывать этот отголосок прошлого, чтобы вы могли сравнить то, что было с тем, что есть сейчас. Окошко можно увеличить или отключить совсем. Вы понимаете, что игра была чрезвычайно простой, но такой проработанной, что в нее интересно играть независимо от ее внешнего вида. Перефразируя цитату Ридли Скотта, «Лучшую графику создает ваш мозг». Proving Grounds – это оживший учебник игровой истории. Он подробный и иногда слишком ортодоксальный. Прямолинейный геймплей и стандартный фэнтезийный сеттинг может отпугнуть игроков, не желающих додумывать и фантазировать за саму игру, чтобы она стала интересной. Однако вполне нормально не хотеть выполнять за игру ее работу по развлечению себя любимого. А это, кстати, очень важная вещь в ДНД и других настольно-ролевых игр. Именно из-за истории и хорошо продуманного мира настольные сессии требуют как хорошего мастера подземелий, так и надежных игроков, которые не будут пытаться сломать придуманный мир. Если вся ваша группа превращается в бомжей-убийц, которые идут вперед только ради лута, это быстро становится неинтересно. Или же если ведущий недостаточно вовлекает вас в историю, а просто кидает в одинаковые безликие пещеры, то сессия тоже долго не протянет. Первой, Визардри, игрокам не только нужно хорошо продумывать своих персонажей, но и брать на себя роль мастеров и представлять, откуда взялись те или иные противники и зачем вообще их побеждать. Ловушки и планировка подземелий остаются прежними в каждом прохождении, но встречи с врагами случайны и практически невозможно просто прорваться вперед по знакомому маршруту. Сам бой выполнен в виде случайных событий и проходит в фазовом режиме. Вы раздаете своей командой приказы на каждый раунд и далее все участники сражения выполняют свои действия в порядке инициативы. Это не совсем пошаговое сражение, потому что вам нужно отдать приказы до начала раунда и нужно продумывать возможные исходы заранее. Это может показаться непривычным и потребует определенного навыка. Кроме того, вам нужно постепенно повышать уровень, возвращаться на поверхность, идентифицировать и продавать снаряжение, пополнять запасы зелий и развивать своих персонажей, чтобы не остаться в данже навсегда. Наверху есть деревня, единственная мирная локация в игре. В таверне ваши персонажи могут поднять уровень и поспать, чтобы восстановить очки здоровья, но сон также означает, что персонаж будет стареть и неясно, когда он решит умереть. Так что лучше не злоупотреблять функции сна. Также таверна используется для управления партией, если вы хотите поменять членов и их позиции. Храм может воскресить мертвых за плату и излечить от недугов, таких как паралич, а в магазине вы можете потратить свои заработанные золотые на новое снаряжение и зелье. Digital Eclipse выбрали очень необычный подход к оживлению классики. С одной стороны, скрупулезное отношение к оригиналу делает из ремейка интерактивный учебник игровой истории, но с другой, отсутствие свежего взгляда вряд ли привлечет новых фанатов. Очень интересно посмотреть, будет ли продолжение в стиле первой трилогии, или же студия сделает что-то новое. Чтобы было больше пищи для размышлений на этот счет, разумеется, нужно поговорить о развитии серии Wizardry. Первые три игры серии известны как Сага Лилгамана. Эти три игры были написаны Эндрю Гринбергом и Робертом Вудхедом в 1980-х годах. Классическая трилогия Wizardry – это не три отдельных сиквела, а скорее одна игра, разделенная на три сценария. Причем нужно начать с первого из них, чтобы ваши персонажи стали достаточно сильными для второй части, и, соответственно, третьей. Представьте, что для начала прохождения третьих врат Балдура нужно обязательно пройти первые две части, причем одной партией. Сейчас звучит несколько абсурдно, но в 80-х создателям это не показалось чем-то странным. С их точки зрения это, видимо, дает игрокам реальное чувство вовлечения в судьбу своих героев. Потом все-таки разработчики позволяли использовать готовые команды героев, чтобы пройти определенную часть истории. Первый сценарий, как мы уже знаем, называется Proving Grounds of the Mad Overlord, и вышел он в 1981 году. Вы создаете партию из шести персонажей и спускаетесь в десятиэтажный лабиринт под замком Лилгаман, чтобы вернуть амулет Безумного Короля, украденный злым волшебником Вердной. Второй сценарий, Night of Diamonds, вышел в 1982 году. Опять же, вы входите в подземелье, чтобы найти части утерянной брони рыцаря Алмазов. Третий сценарий, Legacy of Lillgaman, вышел в 1983 году. Опять же, партия должна спуститься в подземелье, но на этот раз это вулкан. И вы ищете дыхание дракона удачи, чтобы остановить землетрясения и извержения, угрожающие городу. Это понятные, можно сказать, приземленные фэнтезийные истории о группе приключенцев, выполняющих важные задания, а не о спасении всей вселенной. Первая трилогия, Wizardry, это также очень важные игры. Они ввели идеи, которые большинство игроков в РПГ сейчас принимают как должное, и стали родоначальниками многих механик. Это, разумеется, партии из нескольких персонажей и их создание. Роли в этих командах, когда ваши герои на передовой получают весь урон, а ваши тыловые персонажи наносят урон заклинаниями или стрелами. Классы персонажей и профессии, включая разблокировку продвинутых профессий или смену классов и, конечно же, импорт персонажей, то есть перенос ваших сохранений из одной игры в другую. Wizardry была одной из первых компьютерных игр, которая это сделала. Другая интересная особенность – синтаксис заклинаний, где у более мощных заклинаний более длинные и сложные названия. Это повсеместно встречается в современных РПГ. Все это началось с первых игр Wizardry и было способом обойти некоторые ограничения памяти, с которыми сталкивались программисты при создании игр. Конечно, первые три игры в Wizardry также определили традиционный игровой цикл для целого поджанра ролевых игр, где вы начинаете в городе, идете в подземелье, собираете кучу добычи и сражаетесь с монстрами, возвращаетесь в город, чтобы исцелиться, продать свои вещи, улучшить свое снаряжение и повторить все сначала, чтобы стать еще более могущественней. Другая важная особенность серии – это ее сложность. Вы знаете, бывают игры, которые либо любят, либо ненавидят, потому что они заставляют вас учиться на ошибках. Wizardry делает это много-много-много раз. Мы говорим о непонятных механиках, блужданиях в подземелье, очень сложных боях, высоких ценах на хорошее снаряжение и прочих вещах, мешающих вашему прохождению. Есть также функция автосохранения. Это и хорошо, и плохо, потому что если вы сделаете ошибку, вы с этой ошибкой застрянете и придется стартовать заново, но не совсем. Если все члены вашей партии умрут, это не конец игры. Вы просто создаете новую партию и можете спуститься в подземелье, чтобы спасти предыдущую, воскресить самых ценных и взять в новую команду или продолжить путь старой группой приключенцев. Этот момент заставляет переживать за судьбу даже уже мертвых героев. Конечно, порог вхождения в игру очень высокий, но это неотъемлемая часть обаяния Визардри. Серия эта очень популярна в Японии, и, возможно, Миядзаки, создатель серии Dark Souls, черпал вдохновение в этих олдскульных РПГ. Ну, уж в плане сложности точно. Интересно, как может переплетаться все в игровом мире. Но продолжим нашу экскурсию и рассмотрим роль личности в истории создания серии Визардри. История компании «Сиртек», издателя программного обеспечения, принесшего миру франшизу Визардри, неотделима от истории семьи, основавшей ее. Чтобы проследить корни компании, нам нужно вернуться в далекое место, в Чехословакию межвоенного периода. И, как это неудивительно, в этой истории важную роль играет замок. Хорошие времена для этой новой, независимой страны закончились в 1938 году с Мюнхенским соглашением, в котором якобы союзники страны сговорились с нацистской Германией, чтобы лишить ее пограничных укреплений, трех с половиной миллионов граждан, многих ценных природных ресурсов и достоинства суверенной нации. «Сиротек» был таким же гордым чехом, как и любой другой. Но он также был и прагматичным бизнесменом. Неопределенность в некоторых секторах, граничащая с паникой после потери Судетской области, привела к резкому снижению стоимости недвижимости. Одним из приобретенных сиротеком объектов недвижимости был особенный замок XII века в романском стиле в деревне Страдж над Нажароу. Он пустовал почти десятилетия после смерти своего предыдущего владельца. Он сразу же переехал туда с женой, сыном и дочерью и начал планировать ремонт. Но в течение нескольких недель пришли немцы, чтобы поглотить остатки беспомощной страны. Сам сиротек, однако, проводил много времени в Праге, где он активно участвовал в сопротивлении. Несколько раз гестапо, казалось, вышло на его след, но в отличие от практически всего еврейского населения Чехословакии, сиротеку повезло. Он пережил годы оккупации и встретил освобождение страны советскими войсками. На какое-то время оказалось, что Чехословакия сможет стать снова счастливой и процветающей маленькой страной, какой она была до войны, так как советские войска отошли в сторону и позволили народу проводить выборы и формировать новую республику. Но менее чем через два месяца Чешская коммунистическая партия при поддержке советских войск совершила государственный переворот, чтобы захватить абсолютную власть в стране. Сиротек, известный своей оппозиции коммунистам, снова оказался в опасности. Пусть Бедрих-младший расскажет остальную часть истории, которая читается как эпизод из приключенческого романа. Однажды в выходные, сразу после того, как коммунисты захватили власть, мой отец получил звонок от своего банковского менеджера, который вступил в партию, чтобы защитить себя и, я думаю, своих клиентов. Он сказал, «Господин Сиротек, я бы посоветовал вам уехать до рассвета в понедельник, потому что именно тогда они придут за вами». Мы загрузили нашу Татру и отправились в курортный городок, ближайший к западно-германской границе. У моего отца все еще были контакты со времен его подпольной деятельности, и он уже договаривался с проводником. Мы заселились в хороший отель и день или два спустя моя мать, отец, сестра и я получили приказ идти на станцию ближе к границе. Муж моей сестры уже был в Женеве по делам. Проводник не встретил наш поезд. Это был рыночный день, так что моя мать и сестра просто растворились в толпе женщин, отправившихся за покупками. Но мой отец и я выделялись, как больные пальцы, в этом тщательно охраняемом вокзале. Так что копы забрали нас к самому начальнику полиции. Начальник спросил, зачем мы здесь, и мой отец сказал, что мы хотим посмотреть местную ковровую фабрику. Но он сказал, что она была закрыта уже несколько лет назад. Потом он спросил, есть ли у нас оружие. Мой отец полез в карман и достал револьвер калибра 45. Начальник высыпал патроны и положил их в карман. Затем он спросил у моего отца, есть ли у него разрешение. Отец предъявил разрешение. Начальник был очень вежлив. Но господин Сиротек, сказал он, это разрешение на 38, а не на 45 калибр. У вас случайно нет с собой на 38? Мой отец полез в другой карман и достал 38. Я был уверен, что мы покинем эту комнату только в наручниках. Но затем начальник позвонил в наш отель, чтобы подтвердить, зарегистрированы ли мы там и выписались ли мы. Мы не выписались, и управляющий сказал ему, что моя мать и сестра все еще там. Так что начальник сказал, господин Сиротек, я оставлю ваше оружие. Через час будет поезд к вашей семье, и я хочу, чтобы вы оба были на нем. Мы сказали, что будем, а затем отправились в местный паб, где моя мать, сестра и проводник ждали и волновались. К моменту отправления поезда мы прятались в курятнике, ожидая темноты. Это было прямо на верхней тонкой кромке закрывающегося железного занавеса. Семья Сиротека прибыла в Канаду лишь с одеждой на плечах. Все их состояние, включая замок, осталось коммунистом в Чехословакии, и им пришлось начинать все сначала. Оба они с сыном сменили свои имена на более англоязычный вариант – Фредерик. И к 51 году они основали свою собственную строительную компанию. Они снова оказались в нужное время в нужном месте – в период процветания, когда поколение бывших солдат нашло хорошую работу, женилось и начало покупать дома. Компания перешла от строительства домов к заправкам и крупным коммерческим проектам по всей Восточной Канаде и северо-восточным Соединенным Штатам, включая такие престижные проекты, как аэродинамическая труба для аэропорта Оттавы и линейный ускоритель и ионная лаборатория для Национального исследовательского совета Канады. Фредерик-младший, теперь женатый и с тремя детьми, взял на себя полный контроль над бизнесом семьи после смерти отца в 1974 году. К этому времени деловые интересы семьи уже давно простирались далеко за пределы строительства. Например, семья владела фабрикой, производящей сувенирные ложки. В середине 70-х годов Сиротек узнал о небольшом производителе промышленного пластика в Огденсбурге, штат Нью-Йорк, ищущем внешнего партнера для инвестиций. Владелицей компании была женщина по имени Джанет Вудхед. Ее муж, с которым она основала бизнес, недавно умер, и ей нужен был партнер. Сиротек, который видел возможность для бизнеса, согласился. Цены на сырье – вещь довольно нестабильная и влияет на многие аспекты производства. Каждый раз, когда они меняются, Вудхед должна была пересчитывать вручную себестоимость продукта и другие параметры. Сиротек не знал о компьютерах практически ничего, но он знал достаточно, чтобы однажды задаться вопросом – нельзя ли запрограммировать компьютер, чтобы он делал это для них, и делал это гораздо быстрее. Как оказалось, у Джанет был сын по имени Роберт, который кое-что знал о компьютерах. Роберт учился в Корнельском университете, якобы изучая психологию, но давалась она ему плохо. Причина этого – сеть Плато, этакий прото-интернет в пределах одного вуза. Роберт стал абсолютно зависим от него, пропуская занятия в пользу бесконечных часов онлайн-общения, игр и программирования. Как он сказал позже, Плато был как крэк для компьютерных гиков. По предложению Джанет, Сиротек поговорил с Робертом об их проблеме. Резюме Роберта и его немедленный положительный ответ произвели на Сиротека такое впечатление, что он купил за 7 тысяч долларов топовую систему Apple II для совместного использования двумя компаниями. Роберт сделал программу, как и обещал. В качестве бонуса он также реализовал базу данных рассылки, чтобы помочь производителю ложек поддерживать связь с поставщиками и дистрибьюторами. Они отполировали внутреннюю программу рассылки, назвали ее Info3 и подготовили упаковку. Они договорились, что Роберт возьмет систему Apple II вместе с программой на фестиваль компьютеров в Трентоне в апреле 79 года. Но была проблема. Сиротек не хотел отправлять свой дорогой компьютер по воздуху, а Роберт не водил машину. Поэтому Сиротек решил спросить одного из своих сыновей Нормана, готов ли он отвезти Роберта в Нью-Джерси на выставку. Норман не испытывал особого интереса компьютерам и не был в восторге от перспективы провести выходные на компьютерной выставке. Однако его отец смог убедить его, упомянув, что Трентон находится очень близко к казино и ночной жизни Атлантик-Сити. На обратном пути он предложил Роберту официально заняться бизнесом по производству программного обеспечения. Он будет продвигать программы, используя богатства и связи своей семьи, а Роберт будет их писать. Так родилась компания Сиротек Софтвер. Молодые люди долго обсуждали, что им следует сделать в качестве своего второго продукта после Инфо-3. Роберт сказал Норману, что игры чрезвычайно популярны. И это, конечно, звучит гораздо веселее для написания и продвижения, чем бизнес-программы. Норман, однако, сначала не был в восторге от идеи продавать игры. Одной из самых популярных игр на плату в то время была космическая аркада под названием Empire. Роберт считал, что возможно написать несколько упрощенную версию игры для Apple II. Прогресс был медленным, но через несколько месяцев Роберт купил совершенно новый Apple Pascal и влюбился в него. Он спроектировал и запрограммировал Galactic Attack на Pascal во второй половине 79-го года. И после технических сложностей компания выпустила ее через год и принялась за новый проект. Но прежде чем мы расскажем о разработке Wizardry, стоит отметить, что семья сироток в конечном итоге вернула себе тот самый замок. Поначалу будущая легенда RPG должна была носить другое название – Dungeons of Despair. Не самое удачное, стоит сказать. Легендарный Гэри Гайгакс, один из создателей игры «Подземелья и драконы» и глава компании, которая ее продавала, угрожал судебным иском из-за ее названия с двойным D. Этот иск, по-видимому, так и не был подан, но Dungeons of Despair все же сменила название на то, которое фанаты классических RPG по всему миру будут помнить всегда – Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Впервые прототип игры показали публике в конце 1980-го года на выставке New York Personal Computer Expo. Люди были очарованы. Многие спрашивали, можно ли купить копию прямо сейчас. Однако это было невозможно, так как Apple все еще не предоставила обновления системы, необходимые для работы игры. Второй продукт Sirotec застрял в подвешенном состоянии, когда Apple продолжала обещать систему очень скоро. Однако это было не так плохо, как могло показаться. Пока Apple тормозила процесс, Гринберг привлек большое количество поклонников ДНД, чтобы протестировать игру. Помимо нахождения ошибок, они помогали улучшать ее. Их вклад был настолько значительным, что Вудхед заявил, будет вполне справедливо назвать тестеров такими же авторами игры, как и нас. Sirtec провела половину 1981 года, делая правки к релизу Wizardry. Фредерик Sirotec, будучи опытным бизнесменом, настоял на том, чтобы игра продавалась в красивой привлекательной коробке, и к ней прилагалось внушительное руководство, которое, по его словам, должны были легко понять люди без игрового опыта. Wizardry уже была впереди конкурентов. Первые фразы мануала подогревали интерес. Wizardry – это, вероятно, самая большая игра, когда-либо созданная для микрокомпьютера. Она состоит из 25 тысяч строк кода. Это игра, которую просто невозможно было бы написать на Basic. У Wizardry есть единственное ограничение. Это ваше воображение и изобретательность. В конце сентября Sirtec наконец начала рассылать Wizardry. Все сомнения сиротоков мгновенно рассеялись. Wizardry стала сенсацией, самым крупным релизом года для Apple II. «Два месяца спустя после выхода Wizardry я был готов съесть свою шляпу», – сказал Норман. Sirtec также была издателем Jugged Alliance и Realms of Arcania, но известность компания принесла именно Wizardry. Поздние игры стали еще сложнее. Коварные загадки, ловушки и подземелья, а также взаимодействия с NPC через текстовые команды. Серия продолжала развиваться. Wizardry 5 стала непохожей на других и задала новое направление для следующих трех игр. Wizardry 6, 7, 8 стали одними из лучших в серии, повысив планку развития персонажей и исследования подземелий, добавив сюжетную линию, сочетающую научную фантастику, эпическое фэнтези и юмор с долей самоиронии. Расширенная система прокачки, более глубокие персонажи и система навыков дали еще больше возможностей для погружения и изучения мира. К сожалению, одной-двух хороших серий было недостаточно, чтобы держать компанию на плаву. И в 98-м году Sirtec закрыла свои двери. Sirtec Canada же продолжила свою работу, чтобы завершить Jugged Alliance 2 и Wizardry 8, после чего тоже закрылась в 2003-м году. Но это не конец истории Wizardry. Мы упоминали ранее, что подобные игры были очень популярны в Японии и оказали огромное влияние на тогда еще молодой рынок CRPG, вдохновив, например, Юдзи Хори из Dragon Warrior. Когда Wizardry впервые появилась в Японии 80-х, она устроила настоящий бум по всей стране. Были созданы спин-оффы, комиксы и даже аниме. PS2 получила свои собственные игры Wizardry, хотя только одна из них добралась до Запада в 2001-м году. Wizardry Tales of the Warsacen Land. После закрытия оригинальный Sirtec, наследие Wizardry продолжает жить, что доказывает нам ремейк первой части. Роберт Вудхед в настоящее время управляет Аниме-го, развлекательной компанией, которая продает японское кино и аниме в Америке. Эндрю Гринберг отложил свою роль злого волшебника Вердны из четвертого Wizardry и занялся юридической практикой. А дизайнер Wizardry Брэнда Братвейд возглавил разработку восьмой части, но об этом чуть позже. Было ясно, что что-то должно измениться. Несмотря на то, что это четвертая игра Wizardry, это все еще тот же движок, но теперь формула была полностью перевернута с ног на голову. Исчезла система импорта персонажей предыдущих игр. Вы даже не будете создавать никаких персонажей в этой игре. И это потому, что в этой игре вы играете за Вердну, злого волшебника из первой игры. Вы просыпаетесь от глубокого сна в своей гробнице после поражения в первой игре и теперь пытаетесь выбраться из подземелья наверх. Сама по себе концепция действительно интересна, но сразу же возникают некоторые проблемы. Например, в Wizardry 4 нет городов, деревень, таверн, магазинов, денег или какого-либо другого взаимодействия, к которому привыкли любители РПГ. Любое снаряжение вы получаете только с трупов врагов. Кроме того, вы играете за Вердну и только за Вердну. Нет других персонажей или членов группы. На каждом этаже скрыта одна или несколько магических пентаграмм. Первый раз, когда вы достигаете пентаграммы, вы автоматически разблокируете часть своей силы и повышаете уровень. Пентаграммы также могут полностью исцелить вашего персонажа и призвать монстров. Чем сильнее вы, тем больше монстров вы можете призвать. Однако в оригинальных компьютерных версиях вы их не контролируете. Они атакуют автоматически. Некоторые из головоломок требуют от вас знаний Wizardry 1. Например, прямо в начале игры вам нужно призвать группу злых жрецов. И на одного из них нужно наложить заклинание света, чтобы вы смогли выйти из боя. Из-за таких вещей, The Return of Verdna часто считается худшей игрой в серии. Причем настолько, что после ее выпуска SeerTech притворилось, что игры никогда не существовало. Однако нам нужно немного контекста. Видите ли, эта игра находилась в производственном аду 4 года, и за это время графика значительно продвинулась вперед. Дело в том, что Wizardry 1 была выпущена в 1981 году, и графика выглядела на тот момент передовой. Но к 1987 году уже вышла Ultima 6. Графически они были как небо и земля. Другая проблема заключалась в том, что главному дизайнеру показалось, что предыдущие игры были слишком легкими, хотя они не были. И что Wizardry 4 должна быть еще сложнее. Для решения этой проблемы было придумано одно из самых необычных решений в индустрии. Ваши враги Wizardry 4 – это персонажи, за которых вы и другие пользователи играли в первых трех Wizardry. Люди, которые отправляли свои дискеты в Seertech, чтобы доказать, что они завершили предыдущие игры, были удивлены тем, что их партии теперь используются в качестве врагов в Wizardry 4. Это особенно круто, если учесть, что некоторые знаменитости были поклонниками игры. Например, Робин Уильямс тоже отправлял свою дискету в Seertech, и есть шанс, что одна из вражеских групп, с которой вы будете сражаться в игре, была той, которую использовал Робин в своем прохождении. Вот только есть один нюанс. Вы сражаетесь с группами приключенцев, созданных игроками, которые завершили предыдущие игры, а это значит с машинами для убийства Вертны. И если этого недостаточно, дух безумного владыки замка Требор также обитает в подземелье, и если он хотя бы один раз коснется вас, это гейм овер, после которого вы снова просыпаетесь в своей гробнице. Игра была настолько сложной, что даже ветераны серии бросали свои прохождения. Wizardly 4 обычно считается одной из самых сложных РПГ из когда-либо созданных. Это не мешает фанатам записывать по ней спидраны, один из которых, кстати, использован в качестве видеоряда для нашей экскурсии. Вот только Wizardly 4 стала коммерческим провалом, который едва не обанкротил Seertech и чуть не положил конец франшизе. И очень жаль, потому что в этой игре полно отличных идей, но не лучшая их реализация. В игре даже есть несколько концовок, что было редкостью для того времени. Даже сейчас, 37 лет спустя, это одна из самых уникальных РПГ. Однако эксперимент не принес денег, и в следующих частях Seertech от подобных инноваций отказались. Wizardly 5 возвращается к истокам. Действие снова происходит в Лилгомане. Но появляются новые характеристики, способности, классы персонажей, расы и более эпичная история. К сожалению, Wizardly 5 из-за Wizardly 4 не продалась хорошо и считалась шагом назад. С другой стороны, она также стала базой, на основе которой в будущем создавались японские спин-оффы. С этого момента игры Wizardly стали расти в масштабах. Wizardly 6 стала началом новой трилогии Wizardly под названием Dark Savant. В ней Дэвид Брэдли продолжал развивать свои наработки, введенные еще в пятой части. Хотя уже с этой части стали очевидны серьезные изменения в основной идее Wizardly. Во-первых, она ввела элементы научной фантастики в игру, которые впоследствии стали чрезвычайно важными в серии. Wizardly 6 также интересна тем, что это чистейший симулятор подземелья. Вместо возвращения в город, чтобы отдохнуть, исцелиться и купить новое снаряжение, игроки проводят все время в подземелье. Есть некоторые места, где вы можете встретиться с NPC, но добраться до этих безопасных мест – то еще приключение. Была полностью переработана ролевая система. Появились три ветки умений для ваших персонажей, также были изменены некоторые атрибуты. Изменилась и магическая система. Теперь появился запас маны для каждой из школ магии в отдельности. Нововведения также коснулись и боевой системы. Появилось такое понятие, как усталость и пробиваемость брони. Игра стала глубже и больше также и в социальной части. Стало больше диалогов с NPC и появились довольно сложные головоломки. С этой частью серия изменилась. Wizardly 7 Crusaders of the Dark Savant, вышедшая в 92-м году, для многих людей лучшая игра в серии. Это также была последняя игра, созданная Дэвидом Брэдли. Она начинается с того, что ваша группа средневековых искателей приключений отправляется на совершенно другую планету. Игрок увидит космические корабли, инопланетян, и все это в необычном сочетании классического фэнтези и высоких технологий. Wizardly 7 легче предыдущих игр серии, хотя она все еще чрезвычайно сложна по сравнению с другими RPG того времени. Седьмая часть заканчивается клиффхенгером, подготавливая нас к последней игре в серии. К сожалению, она вышла только через 10 лет. В это время Дэвид Брэдли расстался с Сиртек по юридическим разногласиям. Wizardly 8 была создана совершенно новой командой под руководством прославленного игрового дизайнера бренды Ромеро, жены того самого Джона Ромеро. Wizardly 8 – это самая масштабная и инновационная игра в серии. Она радикально отличается от всего, что было до нее. В ней есть открытый мир, который вы можете исследовать самостоятельно. Wizardly 8 продолжает события Crusaders of the Dark Savant и не требует знания предыдущих частей. В ней вы управляете группой авантюристов, оказавшихся в центре галактического конфликта между инопланетными цивилизациями, борющимися за контроль над артефактами, созданными космическими лордами. На этот раз партия оказывается на планете Доминус в поисках местонахождения Саванта и артефактов после того, как их сбил его черный корабль. Выйдя из обломков, они оказываются в забытых руинах монастыря Хигарди. Монастырь напичкан множеством существ и секретов и служит некой тренировочной площадкой, так как дает игрокам представление почти обо всем, что есть в игре. Но приключение может начаться и не в монастыре. Ветераны серии могут импортировать своих персонажей, и если у вас случайно завалялись файлы десятилетней давности, вы можете продолжить ваше приключение старой командой. Эта фишка использовалась в серии всегда, также она учитывает решения, принятые в предыдущих играх, и от этого зависят стартовые точки игроков. Сюжет не особо захватывающий, хотя большую часть игры вам будет не до него. Он лишь дает вам причину продолжать исследование и можно сказать приемлем как для новичков в серии, так и для бывалых игроков. Вам будут доступны цепочки заданий, связанных с вашей основной миссией, и большинство из них необходимы для завершения игры. Сначала вам предстоит найти Destiny Dominus, артефакт, из-за которого начинается целая война фракций. Помимо основного сюжета, есть множество сторонних квестов, которые можно выполнять для разнообразия. Концовка зависит от ваших отношений с фракциями и решений, которые вы будете принимать во время прохождения на поздних этапах игры. Создание и развитие персонажей – это ключевой аспект Wizardly 8. В игре есть 11 рас, от стандартных людей, эльфов и хоббитов, до более необычных, таких как ящеры, феи, равульфы, фельпуры и муки. У всех из них есть свои особенности. Феи быстро восстанавливают магию, но из-за своего маленького размера они не способны носить большое количество вещей, а у равульфов, например, очень хороший нюх. Существует 15 классов, начиная от фэнтезийной классики, такой как воины, разбойники и маги, да и необычных ниндзя и самураев, а еще есть эксклюзивный класс для Wizardly 8 – механик. Эти персонажи могут крафтить уникальные предметы, которые являются своего рода технологическими аналогами заклинаний. На более поздних уровнях появится несколько типов боеприпасов, способных вызывать различные эффекты. Другие классы также обладают особыми способностями. Алхимики могут создавать зелья и порошки для помощи членам партии, нанесения урона врагам или их продажи. Епископы могут изгонять нежить и снимать проклятие с предметов, а рейнджеры – разведывать обстановку, сообщая, какое количество и какие типы врагов приближаются. Даже у ванильных классов, таких как воин, есть свои трюки, такие как способность впадать в ярость и вырубать противников. Барды, помимо того, что зачитают в себе способности воина и разбойника, также имеют доступ к магическим музыкальным инструментам, которые, как и изобретение механика, могут имитировать эффекты заклинаний. Кроме того, просто забавно видеть, как барды играют на всех видах музыкальных инструментов, нанося этим существенный урон. Часто мы такое не увидим в РПГ. Система создания персонажей базируется на ДНД. В основе лежит классическая система, где получение опыта позволяет персонажам повышать уровень. Каждый уровень увеличивает базовые характеристики, такие как очки здоровья и выносливость, а также дает очки персонажа, которые можно потратить на атрибуты, навыки и заклинания. Атрибуты – это сила, скорость и интеллект. Навыки – это способности класса. Они также прокачиваются от использования. Это означает, что вы можете не только улучшить их вручную с помощью очков персонажа, но и просто постоянно используя навык в бою. В целом все стандартно. Поскольку у всех рас есть свои сильные и слабые стороны, особенно против определенных типов заклинаний, их необходимо тщательно комбинировать между собой. Конечно, воин-ящер может звучать хорошо, ведь он очень сильный, но у его расы есть слабость к заклинаниям ментальной магии, поэтому лучше не делать такого персонажа, если вы не хотите, чтобы он стоял в первом ряду и парализованно пускал слюни. Конечно, игроки могут игнорировать эти особенности и развивать персонажей на свое усмотрение. Например, сделать вокально-инструментальный ансамбль из шести бардов и назвать каждого в честь героя любимого ситкома. Персонажи часто высказывают свои мысли во время игры, от стандартных фраз во время боя до ссор внутри партии и взаимодействий с NPC. Хотя они не так глубоки, как могли бы быть, они все же забавны. Особенно занятно с восставшими из мертвых. Например, разбойник может за деньги рассказать о загробной жизни. В партии может быть от одного до шести игроков, а два дополнительных слота отведены наемникам. Вы найдете самых разнообразных персонажей, готовых присоединиться к вашему походу, но у каждого из них есть и свои мотивы. Некоторые попросят вашей помощи в выполнении личного квеста, хотя не все персонажи будут до конца откровенны с вами о целях этих квестов, поэтому иногда придется заниматься сомнительными вещами. Основа игры – это бой. В отличие от предыдущих пошаговых игр, Wizardly 8 была разработана в 3D с полной свободой перемещения. Вид от первого лица все еще присутствует, что позволяет смотреть во всех направлениях. На экране есть окошко, в котором в реалтайме можно увидеть, как выглядела игра с оригинальной графикой. Размер окна можно редактировать по вашему желанию. Хотя переход в 3D – это верное решение, многие игроки считают, что боевка в игре сломана из-за некоторых дизайнерских решений. Это хорошо работало в старых играх, но здесь с полной свободой перемещения и широкими открытыми пространствами не работает. Группа перемещается как единое целое. Вы будете управлять всей партией от первого лица и не сможете никого отделить, в то время как враги наоборот могут действовать поодиночке и окружать вас со всех сторон. Сиртек добавила редактор формаций, который позволяет игрокам устанавливать бойцов по пяти позициям – острие, центральные и задние позиции, а также правой и левой фланги. Хотя это и звучит удобно, работает система плохо, потому что враги часто игнорируют любые ваши формации и все равно атакуют. Вы можете установить магов в середине, а персонажей поддержки по флангам, но враги все равно дотянутся своими атаками до слабо защищенных магов. Некоторые враги вообще могут атаковать вас, даже находясь вне вашей досягаемости. Формацию можно поменять прямо во время боя, но это потратит ваши очки действия и вы будете получать урон. Усугубляет ситуацию и то, что у врагов нет ограничений по количеству заклинаний, а у вас есть. Было бы намного удобнее, если бы игра позволяла передвигаться членам партии отдельно, пусть и на не очень большие расстояния. Это добавило бы в игру тактики. Большую часть времени вы будете загонять врагов в тупики, чтобы получить тактическое преимущество. Планирование в игре действительно важно, так как каждый встреченный враг может стать вашим последним. В игре больше нет случайных энкаунтеров, враги не статичны, а перемещаются по карте и вы заранее можете попытаться убежать, пройти мимо них, не привлекая их внимания, или даже устроить им засаду. Во время сражения с одной вражеской группой вас вполне может заметить другая, и проблем будет в два раза больше. И это печально, когда низкоуровневая партия оказывается окруженной врагами выше сорокового уровня. Это будет просто резня. Это и так неприятно, так еще и анимации длятся чудовищно долго. Настолько, что без фанатского патча, ускоряющего бой, проходить игру было бы почти невозможно. Все это делает игру не самой привлекательной для новичков. У врагов есть текстуры повреждений, чтобы показать, сколько урона они получили. Небольшие повреждения сигнализируют об утрате половины здоровья, а серьезные о том, что враг уже близок к смерти. Это сложнее заметить на некоторых врагах с нечитаемыми текстурами, однако это все равно очень приятная деталь. Кроме того, у каждого существа своя модель повреждения. У монстров это синяки и порезы, у роботов трещины и схемы. В игре присутствует автолевелинг. Это означает, что враги качаются пропорционально с вами. Мир хоть и открытый, но население в нем небольшое. Это фракции, взаимодействие с которыми влияет на концовки, а их квесты дополняют основной сюжет. В игре нет диалогов с NPC. Вместо этого есть определенные темы, о которых партия может узнать. Игрок может вводить слова и просто спрашивать NPC о том, что его интересует. Вы также можете торговать, воровать или даже атаковать из диалогового окна. NPC кажутся очень живыми, а не просто ботами. Крафтинг также встроен в игру. Члены партии могут создавать предметы. Механик может делать разные привлуды из хлама, а алхимики могут создавать зелья, порошки, бомбы и оружие. А пара торговцев предложит создать предметы на заказ. Достаточно высокий уровень погружения для игры 2001 года. Восьмая Визардри – это та игра, которая мало кого оставит равнодушным. Ее любят и ненавидят за глубину ролевой системы и сложные бои. Некоторые переигрывают в нее спустя годы после первого прохождения, другие сторонятся из-за древних механик и визуала. Она может затянуть на долгие месяцы или вызвать отторжение всего за пару минут. И, разумеется, она, как и вся серия, оказала огромное влияние на ролевые игры. Она, по сути, создала целых два жанра – симулятор подземелий и японские РПГ. Странно, что для современного ремейка была выбрана первая часть, а не восьмая, как самая объемная и знаменитая. Возможно, это из-за огромного объема работы по переосмыслению старых механик и переработке графики. Или из-за ортодоксального сообщества фанатов, которые могли бы отвергнуть современное прочтение из-за плохой репутации подобной практики в современном геймдеве. Хотелось бы, конечно, чтобы столь легендарная серия получила достойное и современное продолжение. Кто знает, возможно, Визардри 9 – это следующий проект студии Лариан. Были слухи, что они могли взяться за Ультиму. Это все, конечно, мечты. Такие же нереальные, но приятные, как грезы о замке где-то на западе Чехии. Хотя без мечты не будет ничего великого. На этом наша экскурсия подходит к завершению. С вами был Штигли. Подписывайтесь на канал Virgin Wizard Studio и играйте только в хорошие игры. Ну или в те, которые вам нравятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!